МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пост номер один возле памятника во дворе Самарской школы номер 170. Учебные заведения вот уже более 50 лет носят имя героя Советского Союза Зои Космотемьянской. Историю подвига юной разведчицы здесь знает каждый ученик. Наша школа была открыта 1 сентября 1963 года. И вот ребята выбрали имя Зои Космотемьянской. В школьном военно-историческом музее Зое посвящен целый раздел. Кадеты проводят экскурсии для своих сверстников, рассказывая биографию девушки, которая ушла на фронт в возрасте всего на 2-3 года старше их самих. Зоя – молодая девушка, только что закончившая школу. Выпускной вечер 21 июня 1941 года. Они гуляют с ребятами по набережной. На следующий день ей сообщают, что началась война. Тогда она с ребятами из своего класса едут в призывной пункт, чтобы идти на фронт, воевать. Советский фильм о подвиге Зои Космотемьянской был снят в 1944 году. Великая Отечественная война близилась к Великой Победе. На зрителей сильнейшие впечатления произвели сцены пыток и казни, но более всего война в Красной Армии воодушевила стойкость и оптимизм героиням. Что вы такие печальные? Что невесело смотрите? Милые вы мои, все кончится хорошо. Обязательно хорошо. А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду. По мнению историков и военных экспертов, именно этот поступок стал решающим в укреплении духа советских солдат в ключевых сражениях войны. Октябрьский привет трудящимся города Куйбышева! Это кадры кинохроники десятой пятилетки. Площадь Куйбышева, 7 ноября. Жители Советского Союза отмечают еще одну годовщину Октябрьской революции и новые трудовые успехи. В эти годы промышленный район Куйбышева стремительно растет к северу от центра. Работает одна из лучших бригад куйбышевских строителей. В 70-е годы прошлого столетия эпоха масштабного жилищного строительства. В советских городах формируются кварталы домов, улучшены планировки, как правило, это 9-12 этажные дома. Здесь в то время была городская окраина Куйбышева, развивался промышленный район. И эту улицу было решено назвать в честь Зои Космодемьянской. Ну, она героиня. Родители должны рассказывать о ней, чтобы молодежь помнила, знала. И знала, почему названа эта улица так. В честь кого. Что она сделала, что она совершила. Совсем еще юная девушка, которая сразу по окончании школы попросилась на фронт. И стала примером мужества, бесстрашия и героизма для всех советских людей. И первые женщины, которые присвоены звание Герой Советского Союза. Это та же площадь Куйбышева и тоже 7 ноября 1941 года. Тот самый легендарный военный парад, участники которого уходили на фронт. Самой горячей точкой на карте Советского Союза было Подмосковье. Враг стоял на подступах к столице. На оборону Москвы были брошены все силы. Ставка Верховного Главнокомандования готовила контрнаступление под Москвой. В оборонительной операции участвовали более миллиона человек. Это не только бойцы Красной Армии. Десятки тысяч простых москвичей шли копать траншеи и строить противотанковые укрепления. Положение на линии фронта было отчаянным. В эти дни выходит секретный приказ Ставки сжечь несколько подмосковных деревень, чтобы уничтожить инфраструктуру, которой могли воспользоваться фашисты на оккупированной территории. На исполнение приказа в район деревни Петрищево направляется группа разведчиков-диверсантов воинской части 9903, в составе которой 19-летний командир, вчерашняя московская школьница и предатель, который издал фашистам свою однополчанку. И вот из поколения в поколение мы рассказываем, кто такая Зоя Космодемьянская, какой подвиг она совершила. Вот на первый взгляд, вроде бы ничего особенного, да? Но она выполняла приказ Сталина поджечь дома, деревни вокруг Москвы. Каждый ученик школы номер 170 знает также имя Василия Клубкова, который отправился на задание в той же группе, но был схвачен фашистами и под угрозой расстрела предал своих товарищей. Василий Клубков, его поймали фашисты. Он рассказал, что у них партизанский отряд, сколько их человек, и Зою догнали в лесу. Василий Клубков подтвердил, что это именно Зоя и что она участвовала в составе диверсионной группы. После этого начался допрос девушки. Зою пытали несколько часов, выводили на мороз в одной рубашке, подносили керосиновую лампу к лицу, когда она захотела пить. Но она ничего не сказала, кроме того, что ее зовут Таня и она из Саратова. Она вышла, когда она казнила, она сказала людям, что вы плачете, и вот этим вдохновило народ на победу, то, что победа будет за нами. Даже после страшных пыток и издевательств Зоя не назвала своего имени. Сказала, что зовут ее Татьяной. Как поминать-то тебе? Я не знаю. Вспоминайте меня Таней. Она сказала, что ее зовут Таня, и родом она из Саратова. А она так назвала себя не зря. Когда она была ученицей средней школы, она прочитала в журнале «Огонек» статью о героине гражданской войны с Кубани Татьяне Соломахе. Оттуда и идут вот эти корни патриотизма, вот этого духа, смелости, что когда пришел в ее жизни такой час, она смогла тоже выдержать все эти испытания. Вот так в одной истории пересеклись два образа. Трусость и предательство одного персонажа и стойкость и решимость второго. Василия Клубкова уже через полтора года военный трибунал приговорил к высшей мере наказания, а Зоя Космодемьянская стала олицетворением эпохи. Ее подвиг был прославлен в народных стихах и песнях. Село с рассвета вышло из тумана, стоял суровый утренний мороз. Схватили немцы девушку Татьяну и потащили в хату на допрос. А это картина, выполненная в технике палих. На ней изображен сюжет подвига и казни Зои Космодемьянской. На лице твоем шрамы и ссадины, но молчанье ответом врагу. Деревянный помост с перекладиной, ты, босая, стоишь на снегу. Юный голос звучит над пожарищем, над молчанием морозного дня. Умирать мне не страшно, товарищи, мой народ отомстит за меня. Они клялись не дать врагу пощады, они клялись смерть Тани не забыть, умножить партизанские отряды, за нашу Таню фрицам отомстить. Народ действительно отомстил фашистам за смерть юной комсомолки. Ее подвиг получил широкую огласку после публикации статьи в газете «Правда». Советские солдаты шли в бой с призывом «За нашу Зою». Весь 332-й полк 197-й дивизии вермахта, который зверствовал в Петрищеве, был целенаправленно истреблен в отместку. Убит и фотограф, который снимал сцены казни, при нем были найдены фотографии. Раз девочка молодая вот так вот пожертвовала с собой, то они уже шли. Я же считаю, что их как дочка. И в них, ну, как героизм закрыть своих детей, защитить. Вот так обычная советская школьница смогла стать примером для всей страны. И сегодня эта улица в Самаре носит ее имя Зоя Космодемьянской, чтобы и последующие поколения россиян знали об этом подвиге. Показала пример героизма, мужества, даже несмотря на то, что она была молодой девушкой, которая, в принципе, еще бы жить да жить. Она могла просто-напросто как-то все рассказать и, может быть, бы даже осталась жива. Но она этого не сделала. Призвала всех наших сограждан того времени, чтобы никто не поддавался. Все верили в нашу победу, в торжество нашей советской Красной Армии. Ну, вот, так сказать, пусть побольше будет у нас истории и об этом и побольше названа улиц в честь наших героев. В наши дни в Самаре на площади Куйбышева проводится военный парад в память о том историческом параде, который был 7 ноября 1941 года. И очень важно, чтобы каждый россиянин всегда помнил те годы и мог бы также отозваться на призыв за Родину, за Отечество, за Зою Кышны Димьян скажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин